Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу. Она опять будет длинная, около часа. Ну, собственно, час, да. С перерывами. И посвящена она будет итогам G20. Разумеется, уже после G20 произошли выборы Москвы, которые вызвали определенный интерес. Но я написал уже на эту тему тексту себя на сайте WorldCrisis.ru. Желающие могут туда зайти и посмотреть. И, соответственно, ну или ссылка есть на моих блогах. И, соответственно, в общем, эта тема, я не думаю, что она такой прямо большой интерес представляет. Поскольку, как это ни странно, выборы оказались ровны те, которые очень охотели довольно многочисленные силы в Кремле. Если будут желания что-то на эту тему сказать, но я думаю, что в вопросах можно будет на эту тему. Поговорить. А пока, соответственно, мы будем говорить про G20. Прежде чем поговорить о G20, которое произошло, нужно сказать, в рамках какой ситуации оно произошло. Значит, первое. Хотя официальные цифры говорят о том, что вроде бы ситуация лучше, чем была год назад, когда была предыдущая G20. На самом деле это не так. И люди, которые следят за экономическими событиями всерьез, это отлично видят. Так что в данном случае и господин Алант, который это констатировал, президент Франции, напомню, и там некоторые другие персонажи, в общем, мягко говоря, привирают. Абсолютно очевидно, что при этом резко ухудшилась политическая ситуация в мире. Мы это хорошо видим по тому расколу, который образовался по Сирии. Мы хорошо понимаем, что в тех же Соединенных Штатах Америки понимают, насколько неприятен этот раскол. Они прекрасно понимают, что в Сирии, если они нанесут удар по Ассаду, они поддержат не просто те же самые силы, но тех же самых людей, которых они пытаются истребить в Афганистане, в Ираке и в Йемене. И, в общем, хорошего выхода уже нет. Можно сказать по этому поводу примерно так же, как сказал Бжезинский, когда ему спросили, впрямую задали констатацию того, с кем и за кого в США, он ответил честно. А вы что, видите лучший выход? И проблема состоит в том, что Соединенные Штаты Америки уже больше не имеют возможности выбора. Их обстоятельства, ну или враги, но это примерно одно и то же в данном конкретном случае, вводят уже в ситуацию полной безнадежности. Это слабость. Как сказал один мой знакомый, когда мы с ним обсуждали ситуацию в Сирии и в других странах в конце прошлой недели, какую страну сливают сволочи. На самом деле, до безумия напоминает СССР 89-90-го годов, когда уже нету никаких хороших выходов. А в этой ситуации перед Ж-20 очень жестко выступил председатель Китая, собственно император Си Цзиньпин, который сказал, для нас главная задача заставить изменить квоты МВФ. Понятно почему. Потому что правила на мировых рынках определяет сегодня МВФ. При этом для Китая разрушение мировых рынков вещь совершенно неприятная, потому что социально-политическую стабильность в этом обществе сегодня обеспечивает экспорт. Если вдруг экспорт, не прекратится, а он стимулируется за счет эмиссионных программ в рамках существующей финансовой системы, то у Китая начнутся очень серьезные неприятности. Я потом о них чуть-чуть немножко расскажу. Это имеет смысл. И вот состоялось Ж-20. То, что по экономическим вопросам никакого ни позитива, ни даже, ну просто более-менее конструктивной дискуссии не было следует из того, что про нее ничего нигде не было сказано. Ну вот как бы вообще. То есть СМИ все время говорили о Сирии, о дискуссии о Сирии, о расколе в Ж-20 и т.д. и т.п. Это, в общем, конечно, дело актуальное, но я уже говорил, что с точки зрения будущего оба варианта для Соединенных Штатов Америки являются крайне неприятными. Но по сути ничего сказано не было. А с точки зрения экономической это абсолютно естественно, по очень простой причине. Дело в том, что этот раскол и позиции по Сирии на самом деле представляет собой глубокий раскол, как бы такая тень следствия очень глубокого раскола в мировой финансовой элите. Есть группировка, для которой принципиально важно, чтобы сохранялось статус-кво, чтобы не появлялось альтернативных центров силы, чтобы не мог активно выступить на мировом пространстве Иран. Эти силы прекрасно понимают, что если будет нанесен удар по Сирии, то Иран вступит и значит появится возможность завязать на Ближнем Востоке полномасштабную войну, на которую списать весь кризис. Типа мы тут ни при чем, это вот они гады. Или же если не ударить, то в мире на передний план начнут выходить альтернативные Соединенные Штатами Америки силы. И тогда современной финансовой системе придет конец. Экономика по-русски или особенности национальной экономики. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Продолжаем наше рассуждение о G20. В результате, да, а проблема-то главная, которая имеет место, экономическая, она состоит в том, что сегодня в мире, прежде всего в Европе, в Евросоюзе, в Соединенных Штатах Америки, в Японии, граждане тратят значительно больше, чем зарабатывают. То есть разница между расходами домохозяйства и реально располагаемыми доходами 20-25%. Расходы на 20-25% больше, чем люди зарабатывают. Эта разница покрывается за счет роста долгов домохозяйств и за счет роста долгов государств, которые через социальные программы разные поддерживают этот самый частный спрос. Вот это проблема, которую нужно решать. Если ее не решать, начинается катастрофа. Ее пытались решать за счет эмиссии, ничего не получилось, потому что эмиссионные деньги домохозяйством идут очень слабо. Они еще идут государством, но тоже уже с трудом, потому что у государств слишком большие долги, но там у некоторых чуть-чуть получше, чем у других. У Германии чуть получше, у США чуть получше, но уже на уровень муниципалитетов и там отдельных штатов или земель деньги уже не идут в некоторых регионах, что в Соединенных Штатах Америки, что в Европе уже начинает такая вот такая локальная социальная катастрофа. И денег нету и не будет. А что касается других методов, да, ну кроме того, большая часть денег идет на раздувание финансовых пузырей, что тоже, естественно, добром не закончится. Вот это вот главная проблема, о которой на Ж-20 не было сказано ни слова, или же если и было сказано, хотя я не очень понимаю, кто про это мог говорить, то об этом никому ничего не было сказано, и это не нашло никакого отражения в итоговом документе. Итоговый документ абсолютно бессмысленный. В нем говорится, соответственно, об открытых рынках, в нем говорится о поддержке воторговли и т.д. и т.п. Никто не говорит о том, что невозможно, если у вас есть страна, в которой падает жизненный уровень населения, и население этим недовольно, а население это избиратели, то не может глава государства, которому скоро избираться, не закрывать свои рынки. По этой причине торговые войны абсолютно неизбежны. Это абсолютное следствие современной политической системы. Дальше можно на эту тему рассуждать и говорить, что вот, а давайте мы попробуем создать надполитические органы, там усиливать ВТО, создавать зону свободной торговли, чтобы нельзя было защищаться. Мы видим, что попытка сделать зону свободной торговли между США и Евросоюзом уткнулась в некоторые проблемы. И понятно почему. Потому что, если это произойдет, то в Западной Европе произойдет такая же деиндустриализация, какую она же устроила в Восточной Европе. И по этой причине многие силы будут отчаянно этому сопротивляться. Кстати, по этой причине английский парламент проголосовал против операции в Сирии. Потому что очень условно можно сказать так, что те, кто хочет нанести удар по Сирии, и я уже об этом говорил, это те, кто хочет сохранить статус-кво. Это крупные финансисты, вообще, как бы вот такая вот наднациональная часть финансовой элиты. И это международная бюрократия. И, соответственно, НАТОвская, и МВФовская, и Евросоюзовская, и так далее. Им главное сохранить статус-кво, они готовы наносить удары. А вот национально ориентированный бизнес, что в Европе, что в Соединенных Штатах Америки, удар наносить не хочет, потому что это неминуемо вызовет у него серьезные проблемы. Вот это абсолютно четкая данность, которая видна во всех проявлениях. Значит, мы видим, что итоговый документ ЖА-20, в котором написано про свободу торговли и про все остальное, срежиссирован МВФ. Это и понятно, потому что люди, которые пишут этот документ, это прежде всего ставленники вот этой вот международной бюрократии, для которых сохранение своего места, зарплаты и статуса куда важнее, чем все, что происходит с миром, с их страной. Ну, собственно, у них нет страны, потому что они очень легко могут переезжать из любой страны в любую другую. Они как бы везде дома. Другое дело, что по сути они никому не нужны, но, тем не менее, никуда не денешься. Вот это ЖА-20. Результат мы видим, что принята декларация, в которой много благоглупостей, абсолютно нереализуемых, а самое главное, которые не могут дать никакого результата для решения главной базовой проблемы, разрыва между доходами и расходами. За одним единственным исключением. Открытые границы полностью позволяют развитым странам грабить развивающиеся, особенно сегодня. Потому что вся финансовая модель, которая сегодня существует, она предполагает, что основную прибыль получают развитые страны. Прежде всего потому, что у них более развита финансовая система. Грубо говоря, вся та модель современная финансовая, которая существует, которая ключевым элементом является оценка рисков, она предполагает, что чем ближе страна к центру эмиссии, тем меньше у нее риска в финансовом секторе. Во всяком случае, у нее есть все возможности, чтобы свои риски скрывать. В результате, все страны, чем дальше страна от эмиссионного центра, тем больший процентный налог она платит. Фактически, мы сегодня находимся в ситуации, когда нас всех, нас это не только Россия, но и вообще все страны, которые не относятся к этой ближайшей МВФ-овской элите, посадили на крючок. В этом смысле ситуация сегодня очень напоминает ту, в которой оказался Китай в 19 веке. Я про это никогда не рассказывал, но я напоминаю, что в 19 веке Великобритания и несколько других стран, по-моему, Франция, Голландия, ввели в Китай несколько так называемых опиумных войн. Почему? Потому что Англия пыталась поставлять в Китай наркотики, опиум, а китайское государство этому сопротивлялось. Целью опиумной войны было уничтожение государства и, соответственно, свобода продажи опиума. Треть населения Китая к концу 19 века стали наркоманами, а деньги получала британская корона. Вот сегодня фактически весь мир, за исключением буквально там 7-8 стран, оказался в этой же самой ситуации. И мы, и Китай, и как бы все остальные развивающиеся страны. Но только в данном случае в качестве опиа выступают, ну, фактически бесплатные для Запада деньги. А для нас они платные. В результате мы все платим совершенно колоссальный налог. Я считаю, что с такого рода ситуацией нужно бороться жестко и как бы максимально эффективно. И в этом смысле, во-первых, я приветствую инициативу Китая по части изменения квот в МВФ, хотя у меня нет уверенности, что Россия так уж сильно поддержала это предложение, поскольку в России соответствующие структуры, прежде всего Минфин и ЦБ, контролируются МВФ. Но самое главное, я считаю, что надо максимальным образом развивать таможенный союз, не только как торговый, но и как финансовый союз. Двигаться в этом направлении, потому что без этого у нас ничего, кроме крупных неприятностей, и не только у нас, не будет. А при этом стратегически нужно взаимодействовать с Китаем, понимая при этом, что мы и Китай будем все-таки создавать разные финансовые группы. Ну, потому что никуда не денешься. Это такое естественное состояние дела.